Сегодня под председательством президента Республики Узбекистана Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам организации кластеров, специализирующихся на повышении качества заготовки и увеличении объемов экспорта под овощной продукцией. Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении достатка и благополучия народа, развития экономики нашей страны. Благодаря созданию необходимых условий, самоотверженному труду, дехкан и фермеров, во всех направлениях сельского хозяйства достигаются высокие результаты. Так, в нынешнем году было выращено 7 миллионов 130 тысяч тонн зерна, 2 миллиона 845 тысяч тонн хлопка, 19 тысяч 600 тонн коконов, 21 миллион тонн плода овощной продукции, 400 тысяч тонн риса. В настоящее время, исходя из интересов народа и требований рынка, отрасль последовательно модернизируется и диверсифицируется. В последние 4 года на 300 тысяч гектаров низкоурожайных, хлопковых и зерновых полей было освоено выращивание плодовощных и других продовольственных культур, в том числе на 32 тысячи гектаров разбиты интенсивные сады, на 15 тысячи гектаров виноградники, на 2 тысячи построены современные теплицы, на 114 тысячи гектаров выращиваются овощи и картофель, на 72 тысячи гектаров бобовые и масленичные культуры, на 52 тысячи гектаров кормовые культуры. В целях повышения производительности труда и урожайности культур указом президента была принята стратегия по развитию сельского хозяйства страны на 2020-2030 годы. В ней определены первоочередные меры по диверсификации производства, созданию благоприятного климата для агробизнеса, цепочки формирования высокой добавленной стоимости применению передовых технологий. Организация кластеров в различных отраслях сельского хозяйства дает хорошие результаты. В частности, в хлопководстве это позволило внедрить новые технологии, повысить урожайность на 20-30% и материальную заинтересованность производителей. В этом году 73% выращенного урожая хлопка пришлись на долю хлопково-текстильных кластеров. Большие перспективы в этом плане имеются и в плодо-овощной отрасли страны, которые в настоящее время не используются в должной мере. Согласно статистике, из всего объема выращиваемой в стране плодо-овощной продукции экспортируется лишь полтора миллиона тонн. Это объясняется тем, что в структуре экспорта низка доля продукции, востребованной и способной конкурировать на внешнем рынке. Наблюдается низкоурожайность садов и виноградников. Недостаточное внимание маркетингу, изучению рыночной конъюнктуры препятствует производству продукции на экспорт, соответствующий запросам потенциальных заказчиков. Отсутствует взаимодействие между дыхканами, перерабатывающими предприятиями и экспортерами. Земледельцы размещают культуры без тщательного планирования и в результате затрудняются реализовывать урожай, а экспортеры приобрести продукцию. Это негативно влияет на выстраивание долгосрочного партнерства с зарубежными импортерами. В стране организован 31 агрологистический центр по сортировке, упаковке, переработке и экспорту продукции. Однако нехватка оборотных средств и перебоев снабжения вынуждают большинство из них работать только в сезон. Их мощности загружены лишь на 10-15%. Глава государства отметил, что с учетом всего этого необходимо наладить кластерную систему и в плодоовощеводстве. Хороший результат должно дать привлечение предпринимателей, обладающих многолетним опытом в данной сфере, а также инфраструктуры для хранения и переработки продукции. Ответственным лицам поручено юридически регламентировать отношения между заготовителем продукции и кластерным предприятием, обеспечить интересы этих сторон. Подчеркнуто, что главной задачей кластеров должны стать своевременная доставка материальных ресурсов и выплата авансовых средств, обновление низкоэффективных садов и виноградников, повышение урожайности. Подчеркнуто важность организации для инициаторов кластеров краткосрочных учебных курсов с привлечением зарубежных экспертов. А кластеры, в свою очередь, должны будут провести для фермеров практические семинары по вопросам применения передовых технологий, заготовки экспорта ориентированной продукции и повышению урожайности. Президент уделил особое внимание вопросу обеспечения кластеров и их членов оборотными средствами. Указано на необходимость финансового содействия кластерам, чтобы они наладили свою работу, в том числе путем выделения необходимых средств из Государственного фонда по поддержке предпринимательской деятельности. Подчеркнуто важность предоставления создаваемых кластерами интенсивных садов, виноградников и теплиц населению и предпринимателям на льготных условиях, а также преференции по кредитам на период до созревания урожая и выхода владельцев на прибыль. Министерству сельского хозяйства даны указания по диверсификации выращиваемой продукции на основе глубокого анализа объемов, видов, качества и экспортного потенциала культур, выращиваемых в каждом районе. Глава государства отметил, что главной задачей на ближайшие годы является создание высокоурожайных плантаций на месте непродуктивных садов и виноградников, выращивание плода овощной продукции, отвечающей требованиям внешнего рынка, а также расширения ее экспорта. Определены также меры по наращиванию перерабатывающих мощностей и их стабильной загрузке, организации семеноводческих кластеров для создания экспорта ориентированных сортов, укреплению взаимной интеграции науки и производства. По обсужденным на совещании вопросам заслушана информация ответственных лиц сферы и хакимов областей. Продолжение следует... Продолжение следует...